Казахстан Здравствуйте, ребята! Тема урока – образование казахского ханства. Сегодня на уроке определим историческое значение образования казахского ханства. Объясним значение труда Мухаммада Хайдар-Гулати, Тарихи, Рашиди. Определим роль казахских ханов в укреплении государства. Исследовательский вопрос – почему казахское ханство считается первым национальным государством Центральной Азии? Для начала, ребята, выполним задание по пройденному уроку. Первое. Какие государства существовали на территории Казахстана в первой половине XV века? В первой половине XV века на территории Казахстана существовали Акорда, Могулистан, ханство Абулхаира, Ногайская Орда. Выполните второе задание и установите верные и ложные суждения. А теперь обратите внимание на правильные ответы. Первое утверждение. Рамстед утверждал, что этноним казахи возник о территории Казахия на Северном Кавказе. Это ложное утверждение, потому что об этом пишет византийский император в середине X века. Второе утверждение. Большинство исследователей считают, что этноним казах произошел от тюркского слова «свободный». Это верное утверждение. Следующее. В середине XV века, в 1459-1460 годах, группа племен, всего около 100 тысяч человек, во главе с султанами Жанебеком и Киреем откочевал из Могулистана в ханство Абулхаира. Это ложное утверждение, так как на самом деле откочевали из ханства Абулхаира в Могулистан. Следующее. Перенос термина «узбек» в Среднюю Азию связан с завоевательными походами Мухаммада Шайбани. Это верное утверждение. Этноним казахи появился в XV веке. Это также верное утверждение. Ребята, на территории нашей родины много красивых мест. Это величественные горы Тиньшани, Алтая, бескрайние просторы Царарьки, прекрасные водные глади, озер и рек. Недра нашей страны богаты полезными ископаемыми. Какую прекрасную страну мы получили от предков. Кто же стоял у истоков казахской государственности? Сегодня нам предстоит это узнать на уроке. Нам сегодня необходимо ответить на следующие вопросы. Почему стали объединяться племена на территории Казахстана? Почему Жанебек и Кирей откочевали из ханства Абулхаира в Магулистан? Какую территорию занимало казахское ханство? С кем воевали казахские ханы в XV веке? Какие интересные факты содержатся в исторических трудах Мухаммад Хайдара? В чем причины объединения племен? В результате длительного процесса на территории Казахстана происходит сближение тюркоязычных племен. Между племенами издавна установились экономические, политические, культурные связи. Важным этапом в истории племен Казахстана было образование государств Акурда, Магулистан, ханства Абулхаира. Племена, входившие в состав этих государств, получили возможность развиваться и выживать. Процесс образования казахского ханства связан с историей политического противостояния. Ханство Абулхаира, еще также называли государство кочевых узбеков, и Магулистан, которые во второй половине XV века переживали упадок, а война с ойратами истощили и военные силы. Установление тесно-хозяйственных связей между кочевниками и земледельцами подготовили условия к объединению всех племен в одном государстве. Но, к сожалению, ряд факторов задерживали формирование единого народа и государства. Какие события задерживали формирование единого народа и государства? Прежде всего, нужно отметить это монгольское завоевание территории Казахстана, создание улусной системы, которая привела к разрыву политических, хозяйственных, культурных отношений между племенами, вторжение эмира Тимура и набеги ойратов. Население понимало, что успешно противостоять агрессии других государств можно только объединившись между собой. Образование казахской государственности связано с именами Кирея и Жанебека. Они отразили стремление народа к созданию независимого государства. В период ослабления ханства Абулхаира часть племен, возглавляемая Жанебеком и Киреем, решили откачевать в Магулистан. Откачевкой была одной из форм протеста. В то же время это событие имело большие последствия для образования казахского государства. Задание, ребята, подумайте, какую ценную информацию несет себе исторический источник тарихи Рашиди Мухаммада Хайдара. Первым из средневековых авторов, кто описал эти события, был Мухаммад Хайдар. Он указал и территорию, куда откачевали племена во главе с Жанебеком и Киреем. Он пишет, в то время в Дэшли-Копчаке владычествовал Абулхаир хан. Он причинял много беспокойства султанам джучитского происхождения. Жанебек хан и Кирай хан бежали от него в Магулистан. И сам Буга хан охотно принял их и предоставил им округа Чу и Козы Баше, которые составляют западную окраину Магулистана. В этом источнике указаны имена султанов, которые откачевали от хана Абулхаира в Магулистан. Это Жанебек и Кирей. Указана причина откачевки от хана Абулхаира. Это недовольство султанов политикой хана Абулхаира. Автор конкретно указывает территорию расселения казахских племен на территории Магулистана. Это округа местности Чу и Козы Баше. В чем были обычные причины перекочевки? Эта прочность ханской власти во многом зависела от того, насколько она отвечала интересам народа. Если правитель ущемлял интересы родоплеменной знати, то они могли уйти от него. Уходить от него представители знати могли по следующим причинам. Междуусобные войны, отрицательные качества правителя, опасения мести правителя. Откачевка же султанов Жанебека и Кирея из ханства Абулхаира в Магулистан было стратегическим отступлением. В последующем они планировали вернуться в государство кочевых узбеков с целью захвата власти, установления контроля на территории. В последствии их планы были реализованы. Почему Жанебек и Кирея решили перекочевать в Магулистан? Во-первых, правитель Магулистана Есен-Буга не мог противостоять Жанебеку и Кирею. Во-вторых, Есен-Буга нуждался в сильных союзниках. Он длительное время боролся против хана Абулхаира, а на востоке границу постоянно беспокоили ойраты. Правитель Магулистана планировал использовать союз с Киреем и Жанебеком для укрепления своей власти. Поэтому Есен-Буга с почтями принял Жанебек и Кирея, предоставил им территорию в районе рек Шу и Талас. Численность населения постоянно увеличивается за счет пребывающих племен из ханства Абулхаира. В скором времени численность подвластного населения Жанебек и Кирея достигла 200 тысяч человек. Ребята, а теперь выполним задание. Прочитайте текст и ответьте на вопрос. В чем причина усиления казахского государства? Мухаммад Хайдар пишет. В то время, после откачевки Жанебека и Кирея в Магулистан, как они благоденствовали там, узбекский улуз после смерти Абулхаирхана пришел в расстройство. В нем начались большие неурядицы. Большая часть его подданных откачевала Кирея хану и Жанебек хану. За ними утвердилось название узбек-казахи. Начало правления казахских султанов с 870 года по хиджре. Это 1465-1466 год. Ребята, здесь мы можем подчеркнуть следующую информацию. Смерть Абулхаирхана вызвала кризис в его государстве. Причиной усиления казахов была откачевка многих родов и племен к Жанебеку и Кирею. Уже в 1465 году в долинах рек Шу и Талас было провозглашено о создании казахского ханства. Ставка находилась в Козы-Босе. Почему стало возможным образование казахского ханства? Во-первых, это усиление Кирея и Жанебека за счет пребывающих племен и родов. Второе. Ослабление Магулистана. В государстве начались междоусобицы за власть между родственниками. Есен-Буга отражал претензии на трон со стороны брата Юнуса. Необходимость сдерживать ойратов привела к объединению племен во главе с Жанебеком и Киреем. Согласно Мухаммад Хайдару, Кирей выступает как старший хан по отношению к Жанебеку и другим чингизидам. Уже в 1468 году Абулхаир хан предпринимает военный поход в Магулистан. Однако в ходе военного похода он умирает. В 1469-1470 годах Жанебек и Киреем возвращаются в Дэшт и Кыпчак для начала борьбы за главенство в степи с потомками Абулхаир хана. Главным приоритетом, конечно, в борьбе для казахских правителей в это время была война за Средоринские города. Почему этот регион был главным направлением во внешней политике? Этот регион был наследным владением Жанебека и Кирея, был важным экономическим центром, был с превосходными крепостями, которые позволяли контролировать эту территорию. Земли возле Сырдари использовались как зимние пастбища, а вот без контроля над городами пасти скот было затруднительно в этом регионе. Таким образом, отметим, начало образования казахского государства является откачевкой племен во главе с Киреем и Жанебеком. Возникновение казахского ханства связано с политическим противостоянием ханства Абулхаира и Магулистана. Уже в 1465 году в долинах рек Шу и Талас возникло казахское ханство. Первым правителем стал Кирей. После смерти хана Абулхаира в государстве кочевых узбеков начались междоусобицы. Поэтому с 1469 года казахи начали борьбу за сырдаринские города. На этом наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok